Замёрзла? Я могу дать тебе это? Нет, спасибо. Я не понимаю, почему Синэм так себя вела. Они часто видятся с Хаканом. И вообще, все знают, что она ему нравится. Все знают. Да, Синэм иногда трудно понять. Что ж, ты права. Пойдём. Обвиняемый категорически отрицает, что Энгина Ретман понуждал его к этому. Однако у него нет оснований это отрицать. Но как? Я слышала собственными ушами. Он сказал, что убил Архана. Возможно, он сказал это, чтобы напугать вас. Но он не знал, что заплатит за это своей жизнью. Значит. Энгин не виновен? Спасибо тебе. Ты точно не хочешь пойти со мной? Мы можем повеселиться с моими друзьями. Думаю, достаточно для того, кто давно никуда не ходил. Спасибо, что пришёл. Я рада, что мы разобрались в недоразумениях. Я тоже. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Проклятье. Я оставил свой телефон в доме Синэм. Отвезите меня обратно. О, потрясающе. Какая удача. Какая удача. Я отк invece. Продолжение следует... 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 Какие новости? Убийца твоего отца Нейнгин, Хакан. Он сказал это, чтобы запугать нас. Это был другой человек, и его поймали. Я жила тогда в гостевом доме, Хакан всегда приходил. Мы смотрели фильмы, занимались, гуляли и вместе проводили время. Он был хорошим другом. Другом? Ты называешь это дружбой? Конечно. Итак, ты так и не рассказала то, что тебя огорчило. Да что со мной? Ты в порядке? Я вдруг почувствовал сонливость. Я очень устал сегодня. Как ты понимаешь, Хакан может быть для меня только другом, потому что... Потому что я люблю тебя. Когда я впервые увидела тебя, мы ехали на свадьбу, подруги, помнишь? Ты приехал на парковку и проехал мимо нас. Я все время думаю о том моменте. Ты даже представить себе не можешь, что я сделала, чтобы быть ближе. Что ты говоришь, Синэм? Это правда. Послушай, я не очень хорошо себя чувствую. Давай поговорим об этом позже. Сейчас мне нужно идти. Просто переночью здесь, а утром уедешь. Нет, мне пора. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я хочу быть рядом с тобой. Пожалуйста. Нет, мне нужно идти. Ты упадешь? Что происходит? Иди сюда. Осторожно. Давай. У меня кружится голова. Тебе будет лучше, когда ты выспишься. Мне нехорошо. Идем. Идем, 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 идем. Я... Я не могу здесь остаться. Мне нужно идти. Просто отдохнешь, и все. Ну, дай мне помочь тебе. Еще одна мечта осуществиться. Это будет приятный сюрприз. Мы будем так счастливы, любовь моя. Я все сделаю для тебя. Для нас. И заставлю забыть якут. Субтитры создавал DimaTorzok Мама. Почему ты не спишь? Не могу уснуть. Почему? Что случилось? Как ты можешь забыть, мама? Как ты можешь смотреть мне в глаза после того, что сделала? Как ты спишь по ночам? Я не хочу сейчас слушать твои оскорбления. Я расстроена. И так расстроена я. Хм. Я тоже расстроена, мама. Энгин не убивал Архана. Что? Он сказал это, чтобы напугать тебя. Это все из-за твоей лжи. Ничего бы не случилось. Это все из-за тебя. Ты можешь просто успокоиться. Ты убила человека, которого я любила. Ты отняла у меня всех, кого я любила. И думаешь, что я все забуду? Сейчас не время. Просто говори тише. Вот и все. Ты разрушила мою жизнь. Так. Ты была там. Не говори так, будто я хотела это сделать. Это был несчастный случай. Чертов закон может расценить это как несчастный случай. Но не я. Все произошло из-за тебя. Из-за твоей лжи, тайны, непристойности. Эй! Возьми себя в руки. Ты не имеешь права так со мной разговаривать. А что я вру? А? То, что ты делала непристойно. Послушай. Я заслуживаю любви. Я человек. Ты не можешь винить меня за то, что я сделала с Салихом. Мне не надо было никому это объяснять. Только Салих Артман? Что происходит? А? Это был просто Салих Артман? Скажи мне, что был только Салих Артман. Ты рассказала ему только о Салихе? Поскольку ты невиновна, расскажи другую сторону правды. А? Расскажи всем о так называемых непристойных связях. Посмотри на меня. Посмотри. Возьми себя в руки. Тяда Джейла, сейчас все на взводе. Давайте поговорим об этом утром. Ты виновата во всем! Ты виновата во всем! Ты виновата во всем! Доброе утро, солнышко. Что я здесь делаю? Что? Я что, остался здесь прошлой ночью? А что это значит? Я? Клянусь, я ничего не помню. Ты забыл свой телефон. Ты вернулся, чтобы забрать его. Да. Потом ты меня поцеловал. Что? Я не могу в это поверить. Не понимаю, как такое могло случиться. Последнее, что я помню, это то, что мы пили кофе в гостиной. Как мы здесь оказались? Ты мне даже не нравишься. Я... Я правда не понимаю, что происходит. Что ты имеешь в виду? Тогда что ты делаешь в моей постели? Не знаю. Думаю, ты помнишь, но пытаешься это скрыть. Зачем мне это скрывать? Не понимаю. Скажешь, что это был секс на одну ночь, а? Синем. Я думала, что по-настоящему нравлюсь тебе. Ты обманул меня. Я никогда ни с кем не была до сих пор. Ты мне действительно нравился. Ты был первым. Синем. Ты использовал меня. Синем. Ты использовал меня. Я действительно не помню. Убирайся. Синем, я... Я велела тебе убираться. Я действительно... Убирайся к чёрту! Дарин такой терпеливый. Даже если я защищаю господина Энгина, он всё равно не отворачивается от меня. Я думаю, Дарин заслуживает твоей полной любви. Да. Но я невольно его расстроила. Чуть не забыла. Я настойчиво потребовала от хозяина дома имя адвоката. Действительно? Да. Он и телефон оставил. Где он? Вот он. Посмотри. Если мы найдём его офис, то сможем поговорить с глазу на глаз. Можем поискать в интернете. Давай поищем. Бендерли Холдинг. Госпожа Джейла заплатила. А кто ещё может быть? Я пойду и поговорю с ней. Не могу поверить. Настоящий убийца был пойман и немного усложнил ситуацию вашей матери. Судебный процесс на дне без ареста может оказаться под угрозой. С чем это связано? Прокурор может посчитать, что вашей матери не угрожала опасность во время стрельбы. Я думаю, вам следует рассказать полиции о пропаже 14 миллионов лир. Конечно, нет. Мы разоримся, когда люди узнают об этом. Но в таком случае ваша компания уклоняется от уплаты налогов. Наказание будет суровым. Вы можете попасть в тюрьму. Боже мой. Что нам делать? Будет сложно, но лучше всего объявить о банкротстве. Если, конечно, вы хотите избежать тюрьмы. Синем, я ухожу. Я просила тебя разделить папки, когда Архан был жив. Ты сделала? Я начала, но не закончила еще. Тогда закончи сегодня, пожалуйста. Но как их так много? Синем, если хочешь добиться успеха, тебе нужно быть более дисциплинированной. Я думала, ты со временем это исправишь, но, похоже, тебе все равно. Нет, мне не все равно. Тогда веди себя соответственно. Порой жалею, что наняла тебя. Пожалуйста, делай свою работу и перестань заставлять меня об этом жалеть. Ты заплатишь мне за это. Раз уж ты не виновна, расскажи всем правду. Расскажи. Расскажи всем. Алло, Ашинис. Я не в настроении. Можно я позвоню позже? Мне надо знать все подробности. Ладно, иди перезвони как можно скорее. Я жду с нетерпением. Ух ты, Сюзан. Она потеряла дом. Теперь тебе конец. Интересно, что ты будешь делать. Привет. Ты быстро пришла. Я хочу решить вопрос с арендной платой. Госпожа Джейла свободна? Она только что ушла. В самом деле? Я хотела позвонить тебе, чтобы ты не приезжала. Она уехала на ферму. Она не вернется. Значит, я с ней разминулась. К сожалению. У меня для тебя новости. Держись, Кремль. Убийца Архана Бендерли пойман. Это не господин Ингин. Хакан сказал мне об этом, но он тоже ушел. Ты серьезно? Да. Он признался во всем вчера вечером. Что ты делаешь? Звоню Дарину. Алло. Алло. Я только что узнала, поймали настоящего убийцу. Это правда? Да, это правда. Я только что об этом узнал. Я знала это. Я никогда не верила, что это он. С тобой все в порядке? Да. Все в порядке. Я сейчас еду на ферму. Мне нужно поговорить с госпожой Джейлой. Я в компании, но она ушла. Мне надо на ферму. Я рядом с компанией. На такси могу заехать за тобой. Если ты подождешь. Было бы здорово. До встречи. Мне нужно идти. Дарин едет на ферму, заберет меня. Хорошо. Ты сообщила мне отличную новость. До встречи. Береги себя. Ты тоже. Что, Синэм? Теперь ты преследуешь Якут. И сделаешь с ней то же самое? Ты же знаешь, что я не такой человек. Я не знаю тебя после прошлой ночи. Синэм. Нам нужно поговорить о вчерашнем. Предупреждаю. Держись подальше от Якут. Иначе я всем расскажу о прошлой ночи. Для чего ты это делаешь? Зачем тебе это надо? Мне нравится Якут. Что-то от меня хочешь. Что хочу? Чтобы ты любил меня. Почему ты не любишь меня, как любишь Якут? Любовь – это не вопрос выбора. Я не могу выбрать любить тебя. Вчера ты говорил другое. Прошлая ночь была ошибкой. Я не помню, что произошло. Я ведь не один совершил эту ошибку, правда? Оставь меня в покое. Ты поняла? Ты увидишь. Увидишь. Когда ты поедешь в дом, Сюзан? Прямо сейчас? Узнай, кто живет в этом доме. Может быть, это тайный любовник, Сюзан? Добро пожаловать. Здравствуйте. Мама Джейла дома? Я была в саду, не видела ее. Разве ты не уволилась с работы? Что происходит? Мне нужно поговорить с госпожой Джейлой. Извините за беспокойство. Ей не нужна причина, чтобы приходить сюда. Она моя однокурсница, если ты и не помнишь. Пойдем, Якут. Пойдем. В другом месте. Конечно. Мы можем посмотреть телевизор. Якут добивается Дерин, а другая девушка добивается Хакана. Все напрасно. У них ничего не получится. И что? Как прошла вчерашняя игра? Ты мне не рассказала. Нечего рассказывать. А, конечно. Ты мне не знаешь, да? Конечно. Конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попадает в кровь в течение часа. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Якут. Здравствуйте. Я только что пришла. Мухина рассказала, что ты хочешь поговорить? Я подожду в коридоре. Вы можете поговорить наедине, а потом позовите. Садись. Не знаю, должна ли я сожалеть о вашей утрате после того, что произошло. Значит, настоящий убийца пойман, да? Да. Я действительно не знаю, что сказать. Я просто не могу в это поверить. Я тоже. Я тоже. Я знаю, что между тобой и Нгином была особая связь. Вы заботились друг о друге. Это то, что имеет значение. И я уважаю это. И я бы хотела... Чтобы мы могли все изменить, Якут. Прощай. Прощай. Что она имеет в виду? О, Боже. Нет. Нет. Дерин, куда ты идешь? Один из друзей попал в беду. Мне нужно идти. Что-то серьезное? Наверное, кто-то умер. Это единственное объяснение. Не делай глупостей, я сейчас приеду. Хорошо, дорогой. Я выслушаю тебя. Сейчас. Хорошо, дорогой. Хороший. Как давай. Все. Ух- ВЫМ р탕. Беги в мои объятья. Кто это? Кто ты такая, маленькая леди? Синем. А кто ты такая, чтобы спрашивать, кто я? Я новый владелец этого дома. Что? Что это значит? Сюзан проиграла мне его в карты. Уйди с дороги. Что, по-твоему, ты делаешь? Кто ты? Я просто посмотрю, что я выиграла. Не волнуйся. Тебе, наверное, пора паковать вещи и уходить. О чем ты говоришь? Не трогай меня. Убирайся отсюда! Кто ты такая, черт возьми? Ты что, с ума сошла? Это мой дом! Убирайся к черту! Убирайся! Я заставлю тебя поснимать этот дом. Заткнись! Вот увидишь! Этого не может быть. Карты. Надеюсь, она врет. Этого не может быть. Карты. Карты. Черт возьми. Будь ты проклята. Будь ты проклята. Хочешь снова работать в нашей компании? Ты была отличным ассистентом, и мы хорошей командой. Я не за этим пришла. Я больше не могу здесь работать. Мне будет больно вспоминать господина Энгина. Я не такая сильная, как вы. Понимаю. Вы заплатили аренду за наш дом. Вы заплатили аренду за наш дом. Почему вы это сделали? Несмотря на то, что вы злились, я осталась в этом доме. Я тогда еще не знала. Ты спросила бухгалтера, можешь ли ты получить деньги за те дни, что ты здесь работала. Ты рассказала о долге за жилье. Я верну вам деньги. У меня есть небольшой дом, оставшийся от мамы. Я верну вам деньги. Только продам этот дом. Не стоит торопиться. Не продавай наследство своей матери ради этого. Я дам тебе работу, а там посмотрим, что будет дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. О чем они там говорят? Я не знаю. Дерин заторопился и ушел. Даша Низ. Ты видела дом? Да, я видела. Он замечательный. Он на Босфоре. Какой номер? Тридцать четыре. Ты не ошиблась? Нет. Я все еще здесь. Это же дом Архана. Адвокат сказал, что он продан. Я не знаю об этом. В доме живет злая особа. Ее зовут Синем. Ты с ней знакома? Что? Синем? Ты змея. Змея, ты подколодная. Змея! О чем ты говоришь? Я убью тебя. Я убью тебя. Ты соблазнила моего мужа прямо у меня на глазах. Мама, остановись. Боже мой. Перестань, мама! Остановись. А? Ты знал? А? Ты тоже? Знал? Мухина? Мама, что происходит? А как же ты, Джейла? Ты знала, что она была с моим мужем? Ты годами разыгрывала меня. Ты смеялась мне в лицо. И ты смеялась. Мухинур. Я узнала об этом, когда Энгин умер. Как я могла рассказать? Черт бы вас побрал! Этот психопат Энгин тоже знал об этом, поэтому похитил ее. Нельзя так говорить о покойниках. Он был невиновен. Тебе-то что? Что тебе до этого? Ты тоже в этом участвуешь? С тех пор, как эта сучка, твоя подруга, переехала в этот дом, Архана. Синем? Конечно же, Синем. Она что делает в этом доме? Почему она там? Мама? Это правда? Отвечай! Отвечай! Мне было жаль ее. Я дала ей ключ, чтобы она пожила там. Дом пустовал. Тебе было жалко ее? Ты никогда никого не жалеешь. Ты должна получать от этого выгоду. Махинур должна знать. Какая выгода может быть в этой девчонке? Эта девушка все еще пытается обобрать тебя. Строить себя несчастную. Ты устроила, чтобы Хакан в нее влюбился. Так же ты поступила с Джейлой и с Джимилем. Теперь ты делаешь то же самое с моим сыном. Нет. Если ты, если ты... Подожди. Мама, ты так поступила? И этот дьявол приняла это? Вы не можете так говорить о ней. Почему? Ты одобряешь ее? Как ты можешь оправдывать подобное? Я не оправдываю ее, но вы не имеете права так поступать с ней. Правда? Почему, Якут? Потому что она ваша дочь. А? Что она сказала? Моя дочь. А? 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 Синем. 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 Открой дверь. Синем. 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 Синэм, что ты наделала? Синэм! Синэм! Ты в порядке? Синэм, скажи что-нибудь! Синэм! Спаси меня! Синэм!